Следующий доклад, завершающий на сегодняшний день, это наш друг из города Москва, столица нашей родины, Бадман Николаевич Башенкаев, экономика, тотальная мезоректомоктомия, хочу всё знать. Добрый вечер, уважаемые коллеги, в зале остались не только самые стойкие и любящие ляпроскопическую хирургию и, собственно, онкопрактологию, но, похоже, те, кто ожидает галоужин. Я надеюсь, что, может быть, и кому-то лекция понравится, но это не лекция, это опять, как теперь модно, наш программ-директор, он говорит, это размышления на тему. У меня есть похожая презентация для главных врачей, для более экономических людей, так у меня второе вышло, экономическое, поэтому я так ехал, думаю, да, сейчас расскажу вам и покажу эти схемы, блоки, куда, деньги, за что, а потом сел и понял, что, похоже, надо будет менять. Мы все родились в Советском Союзе, я себя до сих пор называю советским человеком, потому что, ну, родился я тогда, так, мне так повезло, кому-то нет, а вот мне повезло так. И был прекрасный журнал, тележурнал, помните, приходите, смотрите там в кинотеатре что-то, и потом хочу все знать, и там классно рассказывают про что-то более подробно и интересно. Я до сих пор ностальгирую по этому журналу, но у нас есть уже следующая генерация для более взрослых мальчиков, как маленькие мальчики, маленькие игрушки, большие мальчики, большие игрушки. Собственно, есть миф-бастерс, и мы что-то похожее попытаемся сделать, но я прошу заранее извинить, если вам кому-то не понравится стиль изложения, я могу вернуться сразу к слухому и к цифрам, но цифры, они о чем говорят? Да, я когда-то работал в государственном учреждении, и это учреждение имеет свою историю, это Российский научный центр хирургии имени Петровского, все-таки Борис Васильевич Петровский – это величина, 25 лет возглавлял здравоохранение Советского Союза. Сейчас мы перешли в частную медицину с моими коллегами, и вы знаете, да, у некоторых отношения, что мы похожи на людей в переходах, вы знаете, в этих сэндвичах ходят, и их ищем там беспрерывно себе пациентов. Так иногда хочется сделать, когда нет потока пациентов, но мы видим здесь двух представителей как минимум частной медицины онкологической, это Сергей Визикович Байдо, и его клиника Лесот на Украине является вообще примером, как правильно создать онкологическое частное учреждение закрытого типа. У них ни один пациент не уходит наружу, они занимаются лечением хирургическим, химиотерапевтическим, надо будет лучевым. И вот тут мы переходим к нашему стационару, почему доклад по экономике исходит из уст частного учреждения. Это один из наших корпусов, их там всего лишь четыре, да, условно говоря. Этот сейчас самый большой, и некоторым коллегам довелось там быть, надеюсь, понравилось. Чтобы содержать такую махину, где только зажимов из коллап куплено на миллион евро, как вы думаете, мы должны очень правильно считать деньги. Бабло побеждает зло. Это, к сожалению, реалии Советского Союза, поэтому так надо. Вы думаете, я такой один самый умный? Так и нет. Вы посмотрите на наших коллег, у кого лечение стоит в сотни раз дороже, чем любая наша хирургия, лучевые онкологи. Сколько стоит облучить рак анального канала в Адасе, в Асуте, где-нибудь в Германии? Just guess. Сколько рак анального канала облучение стоит? Вот сколько? От 40 до 70 до 100 тысяч евро или долларов, кому как больше нравится. Эти люди тратят деньги просто безумно, безумными деньгами. И вот они в 2014 году задали вопрос, а что вообще оправдано? А оправдано ли такие деньги брать? За что мы берем такие деньги? Ведь период сверхприбыли уже прошел. Вы видите, что происходит с Украиной. Это же экономический раздел. Кризис вызывает вопросы. И вопросы не только у хирургов, которые, знаете, мы такие восторженные все. А, побежали с гармоником на все. А, давайте ли гашур в каждую больницу поставим. А есть ли в этом экономическая составляющая? И я очень великолепно отношусь. Хотел поставить даже Александру Рюриковичу здесь фотографию Мильникова. Мы с ним очень хорошо познакомились в Казани. И я так много услышал об истории отделения, о как работало, о холдине. И, вы знаете, чудесная семья, великолепные люди, вложившие огромное количество времени и усилий в советскую онкопрактологию, да, вообще онкологию. Но 60-е годы были другие. Пришел к тебе пациент, и ты ему говоришь, что завтра ты оперируешься. Все, вопросов нет. Сегодня у нас 14-й год. И тут вклинилось много. Я уже молчу про мультидисциплинарный подход. Теперь хирург не определяет. Хирург стоит, ну, второй, ну, иногда третий даже в лечении рака толстой кишки или прямой кишки. Да, мы являемся определяющей такой креугольной частью, но при этом мы не являемся одни в поле войны. Нас контролирующих органов, Росздравнадзоров, от онкологов, химиотерапевтов, от лучевых терапевтов, да от тех же журналистов полно теперь. Мы не можем просто так вот сказать. Коллеги, у нас появились расходы, которые в государственном здравоохранении, они, знаете, вот как мы все с вами получили, ну, большинство, мне не повезло, к сожалению. Кто-то из нас получил квартиры в Советском Союзе, потому что он работал в Советском Союзе. У кого-то там двухкомнатный, трехкомнатный, получил за выслугу лет, там за что-то. А кому-то сейчас, как моим молодым коллегам, приходится брать ипотеки. И вот некоторые больницы, они похожи на тех людей, которые в советское время получили, здания, оборудование, им больше не надо капиталовложения делать. А некоторые клиники, например, в том числе и наши, так как я определял, что мы будем закупать, мы в ипотеке, мы реально считаем каждую денежку. И вот тут вопрос, для кого мы вообще делаем этот тальмезоректомотомию? Вообще для кого? Как помните в песне КВН? Мы начинаем КВН, для кого, для чего? Ну, естественно, для вас. Естественно, для меня. Естественно, для моих коллег, которые рядом со мной. Почему мы хотим это сделать? Потому что когда-то мы, наверное, приблизимся к условиям великолепной заграничной клиники, как мне довелось работать, вы знаете. И я надеюсь, может быть, когда-то я буду работать такой же российской, только такого же уровня. Клиник Флорида – это великолепное сочетание. Это частная клиника для начала. Клиника МИОЧ кому принадлежит? Клиника Клининская кому принадлежит? Баптистские госпиталя кому принадлежат? Они что, приезжают к государству? Ничего подобного. Это гигантская частная лавочка. Это вот я для вас, тот, который ходит с сэндвичем, и у меня в полуподвальном помещении УЗИ, рентген, и я вечером уролог, утром проктолог, а днем лор-врач. Это вот для некоторых частная медицина. Нет, она уже шагнула вперед. Лесот, ЕМС, мы идем вперед далеко. Поэтому дай бог мы приблизимся вот к этому. Идеальные условия. Слушайте, мы только что видели ситуацию, когда люди меняли лечение в зависимости вот от этого. Я часто езжу по постсоветскому пространству, и вот эта схема соблюдается, дай бог, в 15%. Что каждый Т3 вы облучаете прямой кишки? Ну покажите мне пальцем, кто облучает Т3. Вообще, кто делает МРТ сначала, а потом делает, о, Т3, давайте отдадим мы лучевым онкологам, а не облучат, дескать, мы улучшим результаты. Ну таких людей мало. Но есть профессор Рыбаков, да, но, извините, он один в поле воин. В России коллапрактологов, официально по статистике, 600 человек, доклад Веселова. Из них буйных, которые делают рак прямой кишки, по-моему, они вот почти все здесь сидят. Коллеги, когда-то мы придем к стандартам. Да, они, может быть, неправильные, но мы только что начали говорить о стандартизации. И стандартизация – это очень важно. И этому будет посвящено много завтра отжима от нашего уважаемого кому-то учителя, кому-то просто другу Амджаду, и Алексей Михайлович будет говорить о этом. Но мы имеем постсоветское пространство. Ну, кому-то повезло. Слава богу, у нас было и есть ГНЦК, ну и онкологические учреждения, где были школы. Но вот опять поездив, я понимаю, что некоторые говорят, ну, что ты мне тут рассказываешь? Ты вообще, эй, ты кто такой? Давай, до свидания. Поэтому иногда приходится сначала оперировать, а потом читать лекцию, чтобы люди поняли, кто ты. Много встречаю недопонимания. И тут в зале мы сидели сейчас, обсуждали. Похоже, Питер – это, в общем-то, город номер один для некоторых, для кого-то номер два. Санкт-Петербург, извините. Но тут вопросы, которые я не ожидал иногда. То есть уровень должен быть везде одинаковый. Нет, мы имеем прогибы. Великолепный приказ Голикова подписала. Я более колопроктолог, но так как колопроктолог обязан иметь онкологический сертификат, мы занимаемся толстой кишкой и делаем, имеем сертификаты. Колопроктологи – это люди, которые, дескать, определены этим приказом. Вы видите, там у нас оптимальная мощность, у нас даже есть шикарная штука в приложении. Вот вы читайте, а что, каждое онкологическое учреждение это имеет? Я промолчу. Это не каждый учреждение. Что, гармоник в каждой операционной? У каждого стоит свой аппарат для трансональной микрохирургии. От Вольфа он, по-моему, стоит 120 тысяч евро, а от Шторца, по-моему, тоже где-то так, да? Где-то, ну, большое капитал вложения. А когда вы его отобьете, извините? У кого такой поток, кроме ГНЦК, на трансональную дезокопическую микрохирургию? У кого опыт больше десяти? Ну, и вот профессор, собственно, коллеги. Я промолчу. Давайте вернемся к мезоректонктомии. Я понял, вы понимаете, что мы немножечко, вот для кого мы работаем? Условно, кто здесь присутствующих будет делать в год больше 20 раков прямой кишки? 20 – это уровень, это high volume. Я никого не обманываю. Это high volume. 20 cases is high volume rectal cancer. 20 раков. Ну, вот мы делаем, да, условно говоря. Мы частная медицина. Извините, так нам повезло. Кто делает 20 и больше? Ну, поднимите руку. Я вижу, эти все люди, причем они печатаются и докладываются. И вы знаете, получается, их тут меньше 3%. Извините, тут какая-то дисконкордантность. Мы можем проводить великолепные конференции, гигантские шоу, показать, как здорово работать и делать живую хирургию. Но кому мы это вещаем? Для того, чтобы люди завидовали. Это у меня был тут слайд, я его просто убрал. Знаете, есть шоу Victoria's Secret, там женская одежда красивая, ну, нижнее белье. И там вот такие красивые, гламурные красотки ходят. Все шоу смотрят, поверьте мне, не из-за качества нижнего белья совсем. То есть слюни пускать можно, а выхлоп-то какой. Ляпроскопическая хирургия, тотальная мезоктронотомия. Слова, которые вы все прекрасно знаете. Но это пошло, естественно, с Билла Хилда. Я его называю TripAdvisor для себя. Потому что, видите, это вот галочки, где он был. Вы поверьте мне, по нему можно вообще весь мир узнать. Тут в Москве, тут просто человек шикарный. Он хорошо показал открытую тотальную мезоктронотомию. Это классный метод, но мы же дальше идем. Вот он приехал. Обычно его возят, одна компания, которую мы все любим и уважаем. Они привозят с собой всю расходку. Открытая хирургия, что с собой требует? Ну, банальности говорю. Но вы только что видели и у Джима, и у всех, и у Алексея, и у Петра Владимировича. У нас есть капиталовложения, которые большие. Ну, операционный стол, я вообще молчу. Расходки. Кто Айбенк клеит на рану, на живот, пленку защитную? Она статистически снижает раневую инфекцию. Все это энергетическая установка. Кому-то повезло, кому кто-то добился форст-ряда себе, условно говоря. Тоже не самый идеальный аппарат, наверное. А кому-то купили Мартина или кто-то Эрби пользуется 300. Ну, тоже аппараты хорошие, но очень много настройок и сложные. Раннорасширитель. Вот эта штука, которая позволяет не вот так вот смотреть. Знаете, это вот keyhole surgery называется по-настоящему. Это хирургия через маленькие отверстия. Особенно еще надо, как вот любимая фраза в экстра, когда ты идешь на большую открытую операцию, тебе не нужен самый умный ординатор. Тебе нужен самый сильный ординатор. Вот, собственно, вот здесь прямое приложение. Коллеги, раннорасширитель – это важная часть. Вы только что видели, у Петра Владимировича он продефилировал, как всегда, знаете, такой product placement. И мы все занимаемся product placement, потому что вот у нас установка в отделении, мы ничего не рекламируем и, условно говоря, об этом не говорим, если мы этим не пробовали работать. Поэтому вот эта штука позволяет… Вот, великолепная экспозиция, но стоимость раннорасширителя МТ Саттлер сколько? Сколько ставки, коллеги? Ну, на самом деле около 12 тысяч евро. Почти угадали. Почти угадали. 12 тысяч килоевро. Это сколько получается? Ну, да, миллион 200, да? Миллион 200 раз и выложили. Но мы частники, ладно, мы пошли, пошибали, как вы говорите, там, условно говоря. А частное мероприятие от государства отличается, что в государстве тендеры, шмендеры и так далее. Кто вам купит его? Или опять будем на этих любимых сигалах? Я к сигалу с уважением, но ретрактор вот этого типа, он интереснее. Это капиталовложение. Мелочи, опять же, Билл Хилл говорит, мелочи определяют детали. Дьявол в деталях. У кого подставки под ноги гидропневматические, вот как у нас, условно говоря. Сколько стоимость вот этих подставок? 20 тысяч евро. Ну, от 5 до 12, в зависимости от жадности, сами знаете кого, бизнеса. Шикарная штука. И вы только что видели на двух операциях, что без них тяжеловато. Но мы можем оперировать 4-часовую операцию с подставками гинекологические. Но, коллеги, а какова частота увеличения риска тромбов? Колоссальная. Почему гинекологи больше всего поставляли нам раньше тело, шмелы и так далее? Возможно, отчасти с этим связано. Да, мы бинтуем ноги, да, мы делаем клексаны, фрексипарины, но, возможно, и вот эти маленькие вещи тоже играют роль. Открытая хирургия, тотальная мезоректонектомия. Нужно. Ляпроскопия. Вся конференция-то о том, что как классно оперировать ляпроскопически. Но чтобы хорошо оперировать ляпроскопически, надо иметь кривое обучение. Сколько кривое обучение, по мнению некоторых? Вот после какого уровня вы выходите на плата? 250. Ну, вот тут, видите, в зависимости от того, что мы продаем или покупаем, ну, некоторые говорят 25, а некоторые говорят 120. У кого 120 ляпроскопических кейсов, кроме ГНЦК и 24-й больницы? У кого? Ну, похоже, вот Карачун доходит потихонечку уже явно, вернее, уже перехлестнул. Извините, да, но тут есть представители самого удачного проекта в государственном здравоохранении, 40-я больница, ее представитель главный хирург, доктор Гладышев. Но это исключение, это единичное в поле зрения, как эритроциты в моче. Я не буду говорить, как это было в Америке, вы все прекрасно знаете, там тоже такие сидели, мы все умеем делать холецистит, а зачем нам кишка, я ее быстро делаю. И в итоге, так люди, тренд, 2002 год, Константин Аспамаратович, хороший, классный парень из Афин, очень возглавляет большую больницу. Исследование, видите, все хотят, но только 8% рак прямой кишки, потому что сложно, это же белые пятна, поджелудочная железа и прямая кишка, туда никто не лазает, потому что они боятся. Девятый год, канадцы, молодцы, уже лучше, уже 76%, но попрошу запомнить, вот холецистит, аппендицит ночной, дорогостоящий кому-то, и кишка, это разные вещи, вы не путайте понятия. Это вы все прекрасно знаете, кто хоть раз в кишку залазил, и то, что здесь показал Алексей Михайлович, Петр Владимирович, у каждого из них открытых кишок, ну, за несколько десятков сотен, я думаю. Тут опыт, тут вот это вот, и смотрите, Алексей Михайлович, у которого почти под 200 кишок, да, стоит на слайдах, рядом стоял Амджат и делал, ну, не замечательно, коррекции. Это великолепная спарка, когда учитель стоит рядом, он тебе помогает. Но у каждого ли из нас будет такой учитель? Я не уверен. Все равно это самые сложные резекции. Я не буду говорить, что там надо камерой владеть. Постоянно на всех симпозиумах вы видите благодарность отдельной медсестре, потому что она вторая жена, и камерамэну. Без камерамэна это превращается в ужас. Ну, кто оперировал, первый, вспоминайте свои, первые пять кишок лепароскопических. Хотелось просто сломать камеру об ногу, сделать так вот, рассечься и завершить все через 15 минут. Бригада, бригада, сложная, сложная хирургия. Ну, уже все американцы посчитали, они уже умные, они же деньги считают хорошо. Конор Делэйн и его группа, они только что выпустили в мае исследование. Видите, это Америка, где деньги считают. Лепароскопия дешевле, чем открытая. Но это у них. У них очень еще учтите, там вы дальше сладо их поймете, Америка, особенная ситуация. Если компания COVID-19 заключает с Cleveland Clinic Foundation договор, или договор, как хотите, то она получает эксклюзивные права на стоимость расходки. А вот дальше мы об этом будем говорить. Возможно, аля пароскопии, ну, вы все прекрасно знаете, у кого лампа сгорала уже на ксеноне. Вот у меня сгорала, заказал. Коллеги, две тысячи долларов за лампочку? С Жигули можно купить за эти деньги. Но это что-то неправильное происходит. Что-то, это очень дорого. Это такие маленькие вещи. Мы-то считаем деньги, вы-то просто даете Ночмеду, а он подписывает, да, наверное. Правильно я говорю? Да. Роботическая хирургия. Вы только что услышали проникновеннейшую и искреннюю лекцию или сообщение человека, который рожден для лапароскопии и для лапароскопии рака толстой кишки и прямой кишки. Джим, он это любит, как и я люблю лапароскопию. Но я-то, к сожалению, должен считать деньги при этом. Да, у нас у всех есть сертификаты, что мы роботохирурги. Мы вот сюда смотрим, видим 3D-картинку. Здорово. Однако, вот сегодня вы пойдете туда или завтра и спросите у импиа-партнера, который дистрибьютором робота является, сколько вообще эта игрушка стоит? Ну, давайте не будем флюоресценцию покупать. Окей, не будем, потому что оно круто, слишком дорого. Это то, что пока Джим зелененьким светится. Здорово, да? Ну, не будем две консоли, у нас нормально на одной сработаем, ничего страшного. Но все равно это 2,6. 2,6, коллеги. Это только что буквально произошло снижение. До этого это стоило под 200 миллионов рублей. 200 миллионов рублей. Это что вообще? Это бюджет больницы, в общем-то, на год, наверное. Когда мы это отобьем? Дальше будем считать, давайте. А тут надо еще чего-то докупить. Стоимости вы видите. Там 70, там 80, там 90. Возвращаясь к первым слайдам. А вообще, косты, затраты, кто считает? Вообще, это что такое? Мы о чем сейчас говорим? О том, что давайте купим всем Мерседесов G-класса, будем ездить, а при этом у нас у всех будем, как у меня, я сам, вы знаете, из Малой Республики, там очень многие люди покупают очень дорогие машины, а потом вот приходишь к нам, условно говоря, там, Сергей говорит, довези мне, пожалуйста, до метро. Он говорит, да, конечно, поехали на моем 600-м, говорит, только бензин залей мне, пожалуйста. Вот, ну, мы, похоже, в эту ситуацию и попадем. Система, вы видите, да, это после гарантийной полнотехнической, это в год, в год 6,5 миллионов просто отдать за то, что эта система будет обслуживаться инженерами, очень уважаемыми людьми, мы их очень ценим, они очень интеллектуальные люди. Система будет по интернету обмениваться информацией с американцами, кстати, возможно, в связи с санкциями им дата сервер придется принести сюда тоже и так далее, и так далее. Ну, я промолчу про расходку. Сейчас-то, слава богу, цена-то упала. Это на 10 операций, рекомендуемая стоимость расходки. Дмитрий, я не прав? Может быть, подешевле получается? Ну, немножко, да, условно говоря, на 300-500 евро. Мы можем пойти по пути наших индийских друзей, вот и Алексей Абалмасов, и Сергей, поэтому были у индийцев, они тоже лукавят, они же такие же бедные, нищие, как и мы, только более хитрые. Они что делают? Они тренировочные руки включают, на которых не 10 включений, а сколько? 20, 30 включений, и просто их не стерилизуют, они спиртчиком их протирают, и больных, вот как потоком. Так, 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 так. В один день 5 гистероктомий на одной и той же руке. Они даже робота не выключают, чтобы не было сигнала от робота в Америку, что включение произошло. Каждое включение – это минус 3 тысячи долларов. Коллеги, считаем дальше. Я промолчу про то, что сейчас происходит в Америке. Вы, наверное, знаете, что там Обама, негр, у них все плохо, у них плохо с роботом сейчас. Мы об этом узнаем через 5 лет, когда остатки роботов, которые они не продали, они свалят на нас. И, к сожалению, здесь поправлю, Джима, всего сейчас продано около 2,5 тысяч систем. В Америке она стоит 1,8 миллиона, там с добавками 2,1. И в Америке стоит около полутора тысяч. Сейчас иски идут как на компанию, так и на хирургов. Потому что если ты хотел лепроскопией заниматься, тебя заставляли 100 случаев все-таки отоперировать перед тем, как тебе давали спокойно, разрешали оперировать. А на роботе ты проходишь обучение в Страсбурге, в Чехии, где угодно. Или можно съездить в Портсмут, посмотреть 2-3 операции. И потом до этого ты что-то там на компьютере сдаешь. Потом они к тебе приезжают, пару кейсов смотрят, а потом ты в свободном плавании. Коллеги, ну это меньше 10 операций. Вы о чем сейчас говорите? 10 операций. На 10 операций? У меня ребенок, у меня много детей, четверо, они не все за 10 раз шнурки учатся завязывать. Тут что-то не то. Вот с этим связана исковая система в Америке. Сейчас их судят. Но при акции стоимости 500 долларов за одну интуит и в сёрджикл, им пофиг, простите за выражение. Они таких адвокатов себе наймут, что им все равно. Роботическая хирургия, я не буду про метаанализы, мы все их можем, любим, показывать, это же признак твоей академичности. Но вот здесь очень все просто. Стоимость выше, дольше, осложнения конверсии почти одинаковые. И очень всегда исследования такие немножечко-немножечко кривоватенькие в пользу робота. Эта ошибка была нечаянная исследователи или все-таки как-то вот компании помогли с акциями немножечко, десяток акций кинули на счет и стало легче с цифрами. Под вопросом. Никто не знает, мы узнаем через 100 лет. Следующее исследование. Хорошо. Выше стоимость, дольше операция. Коллеги, что определяет вообще вот кроме внутреннего такого гонора и хирургического настроя, что я сделаю это лапароскопически или там лучше или быстрее. Что определяет еще естественно пациентские outcomes? Ну где, если outcomes почти такие же, о чем мы говорим? Потому что это все начинается. Потому что это it's a starting. It's a beginning of robotic. Потому что будет новая система, возможно мы получим другие результаты. Но опять же, возвращаясь, опять цифры, цифры, это деньги, деньги, деньги. Вы знаете, что в Москве 30% коек хирургических вращаются. Когда это коснется Питера? Я думаю через год, а может быть даже и меньше. Всех порежут. Будут к деньгам приводить. Государственная система здравоохранения, она не рентабельна, она, к сожалению, убыточна, и она не приносит того, что хотелось принести. Останутся учреждения, где вот люди впахивают, условно говоря, но в поликлинике будут работать с 8 до 9 вечера. Из этого получать там, условно говоря, 150 тысяч рублей. Полтора врача. Всех остальных 15 выгонят. Также будут считать, также придут экономисты, и кто-то из хирургов должен будет их защищать, потому что мы очень плохо считаем деньги. Я, честно, только вот 100 долларов купюру отличаю, все остальные путаюсь, к сожалению. И то, потому что она зеленая, все остальные я не могу вспомнить. Хорошо, вы скажете, ляпороскопия, робот, но опять же, можно. Вот тут интересное исследование. Смотрите, одинаковое количество осложнений, операция дольше и дороже. А charge, они в Америке charge на ляпороскопии робота одинаковые. В чем цимизм для робота тогда? Для госпиталя делать роботические операции? Только одно, маркетинговый ход. Мы всем говорим, у нас есть робот. Неважно, какой робот, кто им пользуется, у нас робот. Это маркетинг. Это просто ты вложил в свою пиар 2 миллиона долларов. Вот пиар. И за это ты получил много-много других пациентов, которые пришли, потому что у них есть робот. Доходы госпиталя определяют в итоге, что дальше будет. До тех пор, пока маркетинговая сущность наличия робота будет высока, он будет покупаться. После того, как насыщение рынка наступит, мы не будем столько роботов видеть в Америке, потому что у всех роботов в чем прикол. Давайте самому интересному. Я еще раз повторюсь, я два раза менял презентацию и даже не вышел вчера на ужин с нашими уважаемыми гостями, потому что я хотел вас чем-то удивить. Но чем вас удивить? Хирургов в шортспен у нас очень короткая память. Мы реально вот сейчас помним, а через полчаса уже забудем. Вот я такой. Я даже через 3 секунды, как золотая рыбка. Тут есть особенность. Вот мы только что видели великолепную техническую операцию Петра Владимировича. Вы знаете, я работал в отделении 3 года или 4 года. Со Стивом в Экстеновом работал. Ну, везде жизнь помотала, так скажем. Калмыкия кочевой народ, мы можем себе позволить путешествовать до определенного возраста. Капиталовложение такое. Ну, да, казалось бы, что там 4 ляма кинули? Фигня. 4 ляма? Ну, что такое 4 ляма? Это 100 тысяч евро. Или 1 миллион евро. Я путаю. Я очень, опять же, плохо считаю. Но я просто цифры считаю. Это я приблизительно. Это все еще, знаете, там еще откаты надо посчитать, подкаты, которые, к сожалению, существуют. Я про это не говорю. Это просто прайсовая стоимость. Я готовился, я взял ковидиновский прайс, этиконовский прайс. Они мне там за месяц их выслали. Нечаянно выслали не дистрибьюторский прайс, а внутренний. Я для себя много нового знал. Я вам ничего не скажу по этому поводу. Неважно. Я был приятно удивлен. Приятно. Я теперь понимаю, почему такие бонусы в конце года. Хорошо. А теперь, тадан! Вы сейчас что видите на своих экранах, коллеги? гордо и смело мы говорим, а я на каждый кейс открываю Легошур импакт. Да, у него губа закуса 20 с лишним сантиметра. Да, я открываю гармоник. Да, я сам такой, я открываю гармоник. Но стоимость 120 тысяч рублей. Приблизительно. Это я еще не говорю про всякие мелочи, там пленочки, там ниточки, шовный материал, этиконовые, там по полтора-два доллара за ниточку нормально. Это Билл Хилт. Мы были с Юпом, у Юпа в гостях, вот с Алексеем в Брюсе, в Хаслете буквально недавно, в апреле. И вот когда Билл Хилт увидел стейк, его стоимость узнал, вот он просто был удивлен, так скажем. Вот и я удивлен. Коллеги, 120 тысяч на расходку открыть на одну операцию. Это как? Ну мы немножечко хитрее, так скажем. я еще не сказал, что это должно быть истинно одноразовое оборудование. Вот тут самая загвоздка. Истинно одноразовое оборудование мы себе можем позволить, потому что у нас видеозапись операционная идет, видеозапись операции, и мы частная, дорогая клиника. Мы богодельник, где ошибки в контаминации или кто-нибудь из пациентов не дай бог подумает, что мы что-то используем не то, оно миллионными исками нам окажется. Что делать-то? Ну мы пошли, да, мы посчитали. У нас расходки мы открываем на открытую операцию около 70 тысяч. Да, я не могу, к сожалению, работать без гармоника. Это, знаете, привык, я так научили. И оба ментора моих, они, к сожалению, часто используют этот метод. Ну мне понравилось, я использую. Кто-то будет, то есть можно, условно говоря, 27 брать у кого-то, будет дешевле. А кто-то скажет, а я этот гармоник и фост и в гриву 20 раз реестерилизую. Я так вижу, так взгляд отвели некоторые коллеги. Да, да, ну есть такие, полно. 95% в России, к сожалению. Но мы не можем себе это позволить. Я даже, вот сидит Анвар Гафурович, еще кто-то у меня в коллег тут были в больнице, Бехан Баялович, да все были, многие здесь были и видели, что у меня под столом лежит для близких друзей вот такой желтый пакет. Это в Америке, знаете, как вот ты спрашиваешь что-то, они говорят, да, я тебе, конечно, дам, но по закону я не имел тебе право это дать, поэтому я вот оставил на столе и оно вот упало с грузовика. Just fell off a truck называется. Я не знаю, как ты это взял, но ты взял, то есть они у меня могут прийти и забрать одноразовый, ну одноразовый, один раз используют гармоники, что хотят, то и делают. Студентам там показывают. Это, конечно, кривляние душой, но я себе это могу позволить и себе стоимость видеть, да? Как вам цифра? Вы только что видели, сколько стоит расходка на открытую показательную операцию, ну я там работал, так и я знаю, что это не показательная операция, мы так каждый день там работали и в неделю там таких 19-20 операций проходило. Квота 150, расходки на 120, на чем живем? На наваре? Я что-то не понимаю опять. Я люблю экономику, когда она касается нас, а вас всех поставят таким же образом, что вы начали считать. Первое, это чувство доктора Гладышева, он просто молчит и тихо сидит, и, наверное, лысеет. Но это так и есть. Вы скажете, ну Бадма, ну мы же можем помыть его, да что ж там гармоник-то не помыть? Да Легошур в Бразилии официально разрешено стерилизовать, но в специальных фирмах. Специальных фирмах в Америке есть вот, видите, риск контаминации в повторно рестерилизуемом гармонике. Целые схемы нарисованы, кнопка, шафта, они его реально разбирают, они его моют, они его стерилизуют, там ни капли бактериологической жидкости, никакой. Друзья мои, я помню наших бедных девочек, которые и так работают за 17 тысяч рублей в месяц, операционный медсестер, и мы им говорим, ну ты там условно, Настя, помой гармоник, завтра будем использовать. Она бедная, там иголочка ковыряется, чего он там наковырял, дай бог ей стират у кого-то. Стират тоже капиталовое вложение, под 100, сколько он тысяч евро стоит? 4,5 миллиона. Таран, первая акция пошла, первый лот. Это маленький или большой стират? Ну это хороший стират, такой кавказский. Да, плюс ежегодное обслуживание, плюс расходка. Ну там на 100 закладок, по-моему, насколько я помню, первое. Коллеги, мы играемся с тем, что мы сейчас доиграемся. Кому-то, ну банальность, дай бог он просто сломался тупо во время операции, такой говорит, ох черт, на 15 раз он сломался, надо же, вот мой дед еще пользовался этим гармоникам, он у меня сломался. Кидаешь, говоришь, давай новый, а он такой же. Но это ухмылка и издержка нашего неправильного, ну наверное, воспитания иногда. Коллеги, мы что-то играемся не там, мы сейчас доиграемся скоро до таких вещей, что будет плохо. Я хочу быстро, потихонечку уже к концу, потому что голый ужин уже, есть у нас решение, и я в очередной раз убедился, что, наверное, какое-то решение будет для нас оптимально. Много езжу, знаете, то там за фейсбуком и следить, то я безумный, я такое ощущение, что я не работаю, только путешествую. Я ищу истину в поисках святого Грааля. Есть. И у каждого метода, у каждого хирурга есть свои приколы. Вот приедешь к кому-то, даже никчемнейший человечешка, но в операционный столице, классно, вот этот прием я буду использовать. Только что мы видели адаптацию амджадовской техники для российской. Смотрите, капиталовложений я не буду считать, кому-то повезло в федеральном учреждении работ, кому-то купили стоечку за 4 ляма, а кто-то захотел 3D-стоечку, она 8 стоит. Видели, да? Штарцовский 3D или Олимповский 3D. 8, 8 миллионов или сколько там, 7 миллионов. Это, в общем-то, Mercedes S-класса новый. Я промолчу про это. Вот здесь, вот тут интересная штука. Вы видели сейчас шикарную методику лапароскопической тотальной мерозактомии. Ее себестоимость приблизительно одноразовая. 70. Вы видели, что у нас на открытую там около 60, тут около 7. Зависит, сколько степлеров тебе повезло выстрелить. Количество расходки. Видите, Алексей Михайлович пользуется ковидинской NDGI. Там ручка многоразовая, условно говоря, ну 25 она может делать раз. А кассета с ножом, она 12,5. То есть один раз выстрел 400 долларов, другой еще 400 долларов. То есть настрелялся прямо вообще, как в настоящем тире. Для себя я, как человек, немножко понимающий в колоректальной хирургии и любящий лапароскопию, обожаю лапароскопию, но каждая любовь должна быть от ума, а потом она в сердце приходит. Вот умом, когда в религию пришел, это самые лучшие религиозные деятели. Они те, которые фанатики, которые прибежали, их научили, они вот бьют, бьют об столб головой, там бьют, бьют, что-нибудь расколотят, то ли столб, то ли лоб. Но надо ли использовать гармоник? Тут каждый для себя. На начале, наверное, надо, потому что, когда он есть, спокойнее в операционной. Когда есть легошур операционной, спокойно. Ты знаешь, да бог с ним, с этой внутренней подвздошной вены. Профессор Сидоров, ну я правильно говорю, так же. Когда легошур стоит, голова не болит. Ну ты воткнул его, так нажал, что он там заварил? Главное, чтобы не мочеточник, все остальные глупости. Длинная насадка. Вы видели, он шикарно рекламировал нам что-то, что он даже не знал чего. Алексей сказал, я даже не знаю, что это такое. А когда доктор из Украины нам сказал, вот это крючок, и все поняли, как бы, да, но крючок стоит 2000. 2000 достаточно большие деньги, в общем-то, для кого-то. Для кого-то это одна пятая зарплата. Возвратный электрод. Ну то есть можно, может быть, не форстрят поставить, а может быть, какой-нибудь, у кого что есть, и арбит, неважно. По-моему, многие пользуются, вот что попало. То есть что-то можно, но вначале, наверное, лучше быть безопасным. Что-то купить, что-то докупить. Есть какие-то вещи, условно говоря, вот рубашку надо, брюки надо, потому что с голым задом не побегаешь. Почему я опять буду об этом говорить? Потому что даже в той же любимой Америкосии, 2012 год, Карачун говорил об этом, что у нас растет количество, мы пока плата-то не достигли, мы просто растем. И вот все, и общие хирурги, и любые там онкологи, коллапрактологи, мы увеличиваем количество лепароскопических операций, но деньги будут уменьшаться. Поэтому, мне кажется, я не буду затрагивать тему, которую потом, наверное, через год, или через два, вот Арсен нам расскажет точно про себестоимость, тотальный мезоректонктомий, реверсивный, классная методика, но опять же, капиталовложение большое. Я вам расскажу маленькую историю, в которую нечаянно был вовлечен. Юб 0, наш друг из Бельгии, он с собой притащил 34-килограммовый инсуфлятор специальный, не шторцевский, который, помните, кто-то иногда видели, что шторцевский инсуфлятор делает так, он как бы вот так вот, рывками, и на малых пространствах это великолепно видно, оно колышется туда-сюда. А этот инсуфлятор позволяет держать пневморектум, там пневмошто-то, он стабильный, там даже когда просто открываешь порт, он не сдувается, там очень сильные моторы. Вот так он тащил это оборудование, это оборудование не дешевое, и оно помогает в этих операциях. Я хотел еще раз поблагодарить Алексея Михайловича, надеюсь, что я не разочаровал вас своим сообщением кратким или размышлением на тему тотальной мезоректонктомии экономики, и надеюсь, что в ближайшее время мы увидим еще одну конференцию, и просто очень рад, что вот представляете, конец конференции, обычно остается меньше 30%, это статистика, здесь сидит 70%, обратная, реверсивная статистика, поэтому спасибо большое, благодарен, и, наверное, всем на ужин пора. Да? Как? Спасибо, Батман Николаевич, вот у меня вы вызвали четкое какое-то ощущение вины, я хочу перед чем-то извиниться, или перед вами, за 250 роботических операций, которые вы сделаете в этом году. Извините, да. Да. Мне очень понравилось. Я думаю, что вообще-то рентабельность является очень интересным моментом, потому что мы прежде всего также исследовали рентабельность в нашей клинике, они обнаружили, что больница теряет большинство количества денег из-за лечения, хирургического лечения варикозного расширения вен. И ко мне приехали менеджеры и сказали, почему вы не можете лечить варикозную болезнь при помощи ампутации, да, вот два вопроса, два комментария. Пожалуйста, попросите его подойти к микрофону, я не слышу, что говорит докладчик. Я думаю, что действительно рентабельность является очень важным моментом. Попросите его подойти к микрофону, пожалуйста. У нас есть конкурентность, у нас сегодня канадцы и корейцы выходят на рынок, и, безусловно, у нас будет снижаться цена, и себестоимость, и сегодня у нас монополия компаний, к сожалению, которые позволяют нам небольшое снижение цены приблизительно на 10%, но как только у нас конкурентность появится, у нас в два раза снизится цена. И в моей больнице я также исследовал лапароскопию, исследовал цену и рентабельность, и надо сказать, что у нас роботоскопия, робототехника гораздо более дорогостоящая сегодня. Мы не используем гармоника, если мы робототехникой пользуемся, поэтому мы можем балансировать каким-то образом эту цену. Не до такой, конечно же, степени, как нам удастся это в будущем, я надеюсь, но, тем не менее, я абсолютно согласен с вами, как с докладчиком, потому что, безусловно, нам нужно снижать цену. И последний самый комментарий по американским данным, которые вы представили. Дело в том, что в Соединенных Штатах они обнаружили, что очень маленькая кривая обучения, очень короткая, и когда они делают, когда они обучают робототехнике, в то время, как лопароскопия, на самом деле, на нее нужно гораздо больше времени. Я думаю, что вот такие опытные хирурги, как Алексей, конечно же, вы быстро научитесь лопароскопией пользоваться, и я думаю, что, конечно, робототехника, она имеет меньшую кривую обучение. Приятно, что он его прокомментировал. Это была, да, информация, data for Russian, for post-USSI area. Это информация для стран региона пост-СССР. Тысячи долларов, разница в счете для пациента, она результирует немножко в другом. У них другие подсчеты. У нас пока, у нас экономика вот-вот просто простая. У нас бабло побеждает зло. Если на бумажке дороже, у нас, помните, раньше кто-то социальное здравоохранение проходил, директ, прямые затраты и непрямые затраты, прямые выгоды, непрямые выгоды. Вот, собственно, у нас очень любят прямые считать, а непрямые пока еще не научились, потому что их никто не контролирует. Спасибо большое, извините за Ваше время. Спасибо.